МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное – правильно поставить ориентиры, выбрать цели в жизни и каждый день двигаться к ней, прилагая усилия. Наши сегодняшние гости как раз таки из тех, кто умеет притворять в жизнь поставленные задачи и добиваться успехов собственными силами и мастерством. Директор гомельского хоккейного клуба «На траве» Юрий Романенко, а также тренер мужской команды по хоккею «На траве» Геннадий Католиков. И один из лучших игроков страны Вадим Бондарчук в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Разрешите вас поздравить с бронзой на чемпионате Беларуси. Это достаточно высокое достижение. Насколько нам известно, хоккейный клуб «На траве» существует не так давно, с 2008 года. Но тем не менее, уже высокие результаты имеются в копилке ваших достижений. Расскажите о профессиональных успехах вашей команды, вашего клуба. Клуб наш организовался в 2008 году, но играть мы начали только с 2012-го. Так сложились обстоятельства. Сразу же в первый год выступлений мы стали бронзовыми призерами тоже. Но тогда выступали еще ветераны наши, которые еще на Олимпийских играх даже участвовали. Ну а дальше поступательно развивали свой клуб, развивали игроков, так скажем, материальную базу. Тренера обучались. В прошлом году нам не хватило одного очка. В позапрошлом чемпионате, да, бронзы. Но в этом году подошли более ответственно и смогли завоевать бронзовые медали. В общем-то, это успех для нашего города очень серьезный, потому что клуб наш имеет статус любительский. У нас непрофессиональные игроки, играют у нас школьники старших классов, учащиеся в колледжах всевозможных, университетах, студенты университетов. Ну и есть люди, которые работают на производстве. Поэтому бронза, это, можно сказать, для нас это золото, потому что мы опередили многие команды, которые играют профессионально, то есть за деньги на контрактах. Ну и в дальнейшем думаем развиваться тоже в том же самом направлении и достигать еще больших успехов. Вот пытаемся, будем пытаться в этом году, в этом чемпионате, который вот у нас уже начался опять, занять второе место. Ну, будем видеть, это спорт. Второе сразу, не первое, а второе, это поступатель. Но постепенно по лестнице достижения. Постепенно, потому что невозможно это все так вот взять и первыми стать. Это огромная работа, это огромный базис, это нужно, чтобы были соответствующие уровни игроки, соответствующие уровни подготовки, подготовка тренеров, тренировочный процесс. Это долго и кропотливо, это не так просто. Несомненно, несомненно. Геннадий Михайлович, вот Юрий Ильич сказал, что в 2012 году, да, все-таки ваш успех зависел от ветеранов спорта, которые участвовали даже в Олимпийских играх. А в 2016 году в чем секрет был вот такого достижения? В 2016 году много молодежи у нас появилось достаточно. Вот яркий представитель страны, как Светлана сказала, это Вадим Бондарчук. Он недавно вернулся с чемпионата Европы, где они стали золотыми медалистами. Но об этом мы еще поговорим. Вот он, да, взял бронзовую награду, а несколько поскромничал. И достаточно у нас молодежи появилось, так сказать, золотой нашей, которые уже из состава вытеснили опытных игроков, которые сейчас им подсказывают уже где-то с трибуны. Ну, ветераны, наверное, активно еще включаются в работу, помогают, да? Ветераны, да, хочу вам тоже немножко сказать, что мы вернулись с четвертого международного ветеранского турнира, где были... Где он проходил? Он проходил в Минске. Недавно был? Когда вернулись? 10 сентября. Мы вернулись с золотыми призерами. Ой, поздравляем, какие молодцы ветераны. Так держать. Ну, хорошая, значит, школа существует на базе клуба, раз ветераны показывают результаты сегодня и передают свои навыки поколению. Правильно? Школа достаточно имеет свою хорошую историю. Она из Гомеля... Да, вот поподробнее об этом. Все-таки начинался хоккей на траве здесь у нас? Да, в 1978 году образовалась у нас команда, образовалась на базе локомотива стадиона и начал свое по стране движение именно из Гомеля, хоккей на траве. К истории мы еще обязательно вернемся. Вадим, покажите, пожалуйста, вашу награду, вот возьмите ее в руки, так, чтобы оператор смог взять крупным планом. Это бронза 2016 на чемпионате страны, на чемпионате Беларуси. Для вас турнир выдался легким, либо напряженным? Что можете сказать, Вадим? Ну, выдался очень тяжелым, потому что, ну, как сказать, очень тяжело было играть, ну, за третье место бороться, точнее. Ну, у меня впереди была еще и сборная, мне то и то было совмещать очень тяжело было, так что мне, как бы сказать, вдвое не было тяжело. Ну, я с этими задачами справился и смог взять золото и бронзу. Вадим, скольки лет вы играете? С девяти. Кто привел, сами решили? Кто, скажем так, надоумнил, да? Ну, по школам вешали объявления, что набирают ребят на отделении хоккей на траве. И как раз моя мама первая заметила и посоветовала мне, а я не задумывая, сразу же принял решение попробовать. И сразу же мне понравилось. И я решил продолжать свою карьеру в хоккей на траве. Ну, необычно хоккей на траве. Есть вот, что, мне кажется, такая смесь и футбола, и хоккей с шайбой, можно так сказать? Или это что-то? Нет, нет. Совершенно вид спорта такой, он отдельно стоящий. Да, там площадка по размерам, она почти как футбольная. Но поле футбольное, а клюшки практически хоккейные. Да, и количество игроков, как у футболистов. Но этот вид спорта намного динамичнее, намного он такой... А в чем заключается динамика? Кажется, наоборот, на льду, там скользко, там все. Льд, это вообще отдельная история, да. Мы сейчас говорим, вот как бы различия с футболом, да. Площадка вроде одинаковых размеров, но чуть меньше, да. Количество игроков такое же, но здесь играют клюшкой. И покажи мяч, пожалуйста. Мяч у нас вот игровой вот такой он. Вот он довольно такой жесткий. Весит как шайба. Да, весит он как шайба. То есть если эта шайба прилетит по корпусу, игрока-то будет неприятно. Ну, экипировка там хоккеиста, она вот такая вот клюшка, которую играют хоккеисты. Тяжелая? Довольно тяжелая, она на сегодняшний день, она делается из композитных материалов. То есть она уже полегче стала. Когда начинался хоккей на траве, она была деревянная. То есть их закупали когда-то в Индии, там. Вот, а сейчас они уже такие полегче. Но играются только правой рукой, ну, правой рукой, то есть этой стороной вот только. То есть левша не сможет играть хоккей на траве? Довольно успешная игра. Переучиваются. Вот. И правила совершенно иные, там, и время игры другое. И довольно жесткий вид мужской спорта. Девчонкам трудно привыкать, но есть. У нас команды есть в Беларуси очень успешные. Вот. Слушайте, очень интересные обстоятельства. Из хоккея шайбы переходит к вам. Это что, людей? Ну, кто-то не прошел. То есть не наоборот. Кто-то не прошел, там, понимаете, там, в команду мастеров не попадают. Приходят, пробуют у нас, там. Ну, вот у нас есть игрок сейчас такой тоже. Пришел из хоккея шайбы и играет. Да. Довольно успешно парень второй год. Какое количество игроков насчитывает сейчас команда по хоккею на траве? И вообще, как ведется тренерская работа? Набираете ли юных? Ну, на сегодняшний день у нас 28 игроков в клубе. Два тренера. Это игроки, которые заявлены на чемпионаты, на кубок. Значит, тренера. Вот один Геннадий Михайлович. Второй тренер сегодня, к сожалению, не мог присутствовать. Значит, есть еще Дю США номер один. Это в Ледовом дворце на улице Мазуруа. И, кстати, на шполе находится там, за теннисными кортами. Они набирают, да. Вот сейчас в сентябрь идет активный набор. Всюду они по школам информацию разносят, по училищам и так далее. Да, около 90 воспитанников в школе Дю США номер один. И девчонки есть, и мальчишки есть разных возрастов. Так что, вот, пользуюсь моментом, приглашаю, приглашаю всех, кто хочет заниматься спортом, кто хочет быть здоровым, сильным, таким красивым, как наш Владим. Приглашаем девчонок и мальчишек. Вот с 7 лет, от 6 лет, пожалуйста, приходите, занимаемся круглогодично. То есть на зиму нет перерыва, занимаемся мы зимой в зале. Есть еще такой, мы играем такой же чемпионат, называется эндорхоккей. Это в залах, там меньшим составом, меньший размер. Ну и клюшки немножко не такие. Ну, в принципе, тот же. Это зимой, я так понимаю. Да, зимний чемпионат у нас происходит. В теплое время невозможно проводить соревнования и тренировки. У нас есть зимний еще чемпионат. Вот если вы наблюдали за спортивными событиями, то вот зимой был чемпионат Европы по эндорхоккею среди женских команд в Минске. Значит, девчонки наши там стали третьей бронзовыми призерами. Такой он очень пропиаренный был по пятому каналу. Наверное, дня 4 шел, матчи показывали. Вот поэтому приглашаем всех в Ледовом дворец. Приходите в учебный отдел, звоните. И, пожалуйста, приводите детей без проблем. Сейчас ненадолго мы прервемся на просмотр сюжета о чествовании команды по хоккейу на траве, которая завоевала в этом году бронзу на чемпионате страны по хоккею. Гомельский клуб по хоккею на траве. Так звучит официальное название команды. Она дебютировала в чемпионате страны в 2012 году. И тогда сразу заняла третье место. В этом году спортсмены повторили свое достижение. Во время торжественной церемонии игрокам и тренерам вручили медали. Как отмечают в команде, это бронза с золотым отливом. Хоккейный клуб «Гомель» – команда любительская. А соперничать приходится с профессионалами. Кстати, начался очередной чемпионат. И гомельчане рассчитывают как минимум отстоять третью позицию. Друзья, было сказано, что ваша бронза с золотым отливом. Почему? Не верили просто в ваши силы? Либо соперники действительно были достойные и серьезные? Я немножко скажу, потом и тренер расскажет, почему игрок. Почему с золотым отливом? Потому что, если взять ведущие наши клубы, строитель «Брест» и хоккейный клуб «Минск», это люди, которые играют на персональной основе, не на контрактах. За это получают зарплату. И там много легионеров. Еще в прошлом году у нас даже такой был легионер из Аргентины. Там, естественно, уровень мастерства побольше и так далее. Но наши мальчишки, которые играют, можно сказать, бесплатно, они смогли совершить спортивный подвиг. Подвиг, конечно, слово здесь уместно, неуместно. Но это спортивный подвиг. То есть, занимаясь этим, свободно от учебы, от работы, время, достигнуть такого уровня мастерства и такой самоотдачи, это большого стоит. Просто нельзя сделать то, что не можешь сделать. Для того, чтобы стать золотыми, то есть занять первое место, это нужно перейти в профессиональный статус. Мы просто пока еще не готовы перейти в профессиональный статус. Перейдем тогда, мы сможем с ними бороться и за первое, и за второе. Но бронза это очень много, потому что за нами, за спиной остались команды, которые по уровню развития своих команд намного лучше нас. Намного у них и материальная база, и игроки профессиональные. И поэтому мы, я считаю, что это как первое место для нас. Да, тогда десятикратное ура. Геннадий Михайлович, Вадим, что можете добавить? Конкуренция высокая, наступали на самом деле на пятки, как говорится. И молодцы ребята. Очень, очень гордо вы, наверное, восприняли эту новость. Радость, правда, была невероятная. Совершенно верно. Ребята молодцы, да. Они сделали, как Юрий Ильич говорит, что подвиг. Вадим, какие были до этого, может быть, яркие участия, или это самое, о своих достижениях? Ну, у меня еще было, помимо этого, еще уступление за сборную. В 2014 году я участвовал за сборную до 16 лет в Австрии. Финал чемпионата Европы ты там проходил? В 2015 в Минске проходил, тоже чемпионат Европы до 18 лет. Тогда тоже в финале участвовал. Ну и все. И вот последнее достижение, это бронза Республики Беларусь. Насколько это активный вид спорта, хоккей на траве? Требует он стопроцентной выкладки? Я думаю, да. А что самое главное, чтобы какие-то другие свойства, качества, характера, может быть, повеждения, нужны хоккеисту, который играет на траве, от других видов спорта, от того же футболиста? Конечно. Нужен, прежде всего, характер, самодача игрока. Он должен себя вести, ну, как сказать, не должен никого бояться, должен показывать свой характер, в первую очередь. Ну, чтобы его боялся соперник, ну, чтобы был лидером. Вы, уважаемые тренеры, как вот со стороны, чего вам хотелось бы, чтобы вот ваши игроки, что в них было, чтобы победа была за ними? Соответствует ли мы, мы сейчас соответствуем европейскому уже уровню, либо пока только идем к этому? Мы идем к этому, стремимся, и есть результаты у нас. Технически сложный вид спорта, требует 70 минут, может игрок играть без замен практически. 70 минут? 70 минут, да. То есть, можете себе представить, если в хоккей-шайбе минуту покатался и сидит, отдыхает. Здесь постоянно надо быть в режиме. Я знаю, что в некоторых чемпионатах, в некоторых странах европейских, даже по три, скажем так, матча идет. Подряд? Да, раунда. Нет, это собираются. Они играют там 17 с половиной, делают паузу. Вот, четыре в них получается по 17 с половиной, они делают дринг-паузу и дальше продолжают на одну минутку. В нашей стране можно, наверное, сказать, что хоккей на траве только набирает обороты, а вот очень популярен он в Англии, Бельгии, Германии, Индерландах, Франции, других европейских странах, а также Новой Зеландии и Австралии. Именно Англия считается родоначальником хоккея на траве. В середине позапрошлого столетия по этому виду спорта там стали проводиться первые соревнования. А вообще, самой древней находкой, связанной с хоккеем на траве, принято считать изображение двух игроков с клюшками, борющимися за мяч на пирамиде, вблизи местечка Бенни Хасан, долина Нила. Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, вот с какого года насчитывает историю наш белорусский хоккей? Наш вообще белорусский хоккей, я уже, наверное, дожил до того времени, когда, могу сказать, тот далекий, там, 1978 год, да, я... Он вообще начался в городе Гомеле в 1978 году, в июле месяце. Это проходила первая спорта Киада БССР. Вот я непосредственный участник тех событий. Значит, откуда он взялся? В преддверии Олимпиады 1980 года в Москве решили развивать вот этот, для нас тогда очень необычный вид спорта. И впервые там завезли экипировку, завезли форму, завезли ворота, и впервые нас познакомили тогда с этим видом спорта. Вот в 1978 году, в мае месяце. Перед спартакиадой начали собирать команду, оттуда пришли ребята из шайбы, из хоккея шайбы, из футбола. В общем, диковинный был, поначалу ничего не получалось, а потом так потихоньку-потихоньку и получаться начало. И в 1978 году прошла здесь первая спартакиада БССР. Ну, а уже после спартакиады уже более так, уже появились какие-то соревнования, я уже не помню, правда. Но были соревнования всевозможные, потом начал проводиться чемпионат Республики Беларусь, БССР тогда еще Республики Беларусь, так не назывались. Ну, и в 1980 году уже была выставлена команда от СССР на Олимпийских играх, впервые тогда. И начал развиваться в нашей Республике этот вид спорта. И в 1980-е годы здесь у нас была команда, Локомотив называлась, да? Да, Локомотив, Экран. Экран, потом, это Экран уже позже потом. Ну, позже, да. А первый тренер был Синельников. Синельников, Владимир Васильевич. Ну, покой на ней. В 1980-е годы, да, это было. На Локомотиве проходил чемпионат. Ну, а дальше уже в нашей суверенной истории, уже в 92-м году была организована Федерация. Были как бы подтянуты все люди, которые занимались хоккеем на траве. Очень много людей разъехалось по Европе. Вот наши гомельские ребята, они живут в Бельгии, играют там профессионально до сих пор. В Италии очень много людей играло, вернулись. Организовались клубы в Минске, строители он уже был. Он еще остался от Советского Союза. И здесь гомели возродили. Ну, вот чемпионат сейчас идет у нас уже, вот какой, 25-й был чемпионат, да? 26-й сейчас будет уже. Это вот столько лет длится. И постепенно, постепенно вот пришел Валерий Николаевич Иванов, возглавил Федерацию. И дал он хороший импульс развитию. И материальная база была. Вот у нас в 2008 году стадион построили, да? В 2010-м. В 2010-м, да. По стране уже построили много стадионов, именно специализированные. Но в Гомельской области это единственный стадион, да? Да, он единственный, да. Вот два года тому назад в Барановичах построили просто шикарный стадион. Там он даже классифицирован на проведение чемпионата Европы. Очень хороший стадион. Ну, довольно так динамично развивается. Ну, плохо пропиарен, правда. Ну, вот я думаю, что сегодняшняя передача продвинет этот недостаток. Будем на это надеяться. Расскажите, а вот с 2008 года те хоккеисты, которые, ну, скажем, с момента образования клуба играют в команде, их много? Какое количество? Либо уже все поменялось с того времени и много воды? Ну, поколение век спортсмена короткий. Скажем так, 5-8 лет активной игры. И потом уже приходит молодежь, поджимает. Поэтому уже там осталось, наверное, кто остался? Повчинец Саша остался, наверное, один-два человека осталось из того состава. Остальные все уже как бы новые. Молодежь подросла, и она в конкурентной борьбе побеждает. Что делать? Это жизнь. Конечно, это жизнь. Я думаю, что вы сможете дать все лучше им. А скажите, кем были первые гомельские хоккеисты? Как они тренировались и что с тех пор изменилось? Зимой мы тренировались на льду. Приходила весна, мы брали клюшки. То есть на льду одевали... Нет, нет, в хоккей-шайбе все играли. Все мы прошли через хоккей-шайбе. Все мы оттуда. Пришла весна, брали клюшки. Другого хоккея уже не было. Конечно, этот вид спорта, хоккей на траве, он больше популярен в теплых странах. Там, где климат соответствующий, где можно заниматься. Нет, только я бы не сказал. Наш клуб выезжал в 2014 году на Евро-челлендж в Данию. Там мы играли против шведов, северная страна. И норвежцы играют, и все очень много играют. И датчане играют. Мы в Дании были, тоже страна не теплая, скажем так. Но играют, и очень много играют. И успешно играют. И стадионы построены там. И приходят зрители в Германии, в Голландии. В Дании приходят по 15 тысяч на игры. Больше, чем у нас. То есть мнение о том, что хоккей на траве не самый зрелищный вид спорта, можно опровергнуть легко? Конечно. Очень динамичный, очень быстрый. Особенно, если еще играют классно. То очень интересно смотреть. И очень красивая игра, очень красивая игра. И самое главное, что она играется на открытом воздухе. Это только есть два вида спорта таких больших. Это футбол и хоккей на траве. Но сейчас начали появляться там пляжный футбол, там пляжный волейбол, усеченный там по два, по три. Это очень большие команды и очень красиво смотрится. Вадим, вы как игрок, что можете добавить? За что вы любите этот вид спорта? Благодаря этому виду спорта я знаю, как мне продолжить свою дальнейшую жизнь с этим спортом. То есть вы уже определившийся с дальнейшим будущим спортсменом? Да. Это хорошо? Хочу сказать отдельное спасибо Геннадию Михайловичу. Он мне научил, самый первый мой тренер, который он научил мне всему. Геннадий Михайлович сейчас очень приятно, я думаю. Спасибо ребятам тоже за самодачу, за характер. А насколько важна, ну хоккей это же командная игра, да? Насколько важно чувствовать партнера, чувствовать, скажем, игроков, которые в одной команде с тобой играют? У нас в хоккее с голосом надо играть в первую очередь. Ну если ребята не играют с голосом, то очень сложно играть, ты их не понимаешь. То есть это четко крикнуть пас, передача? Да, надо это все говорить. Также вратарь должен, можно сказать, на все поле кричать, подсказывать. Защитникам там. Но вратарь я видел как в хоккее, он тоже полностью экипирован, у него защитные щитки. Ну вы же мяч видели, он очень больно бьется, защита очень серьезная. Но он чем-то напоминает мяч для гольфа, только вот побольше. Поменьше, он побольше, гольфовский там, он маленький такой, а этот мяч такой серьезный. Если вот сильно вложиться в удар, дальность полета, он перелетит? Через всю поляну летит, да, через всю поляну. То есть прыгучий. А вот в хоккее мы знаем, что часто ломаются клюшки, да, у игроков. Здесь такое присутствует? Да, ломаются, конечно, ломаются. Борьба жесткая, прям ломаются, да. То есть когда мы говорим о том, что хоккей мягче, хоккея шайбы, это неправда? Да, силовая борьба там у нас как бы не приветствуется, по правилам ее нет, там, как в хоккее шайбой. Но все равно плечо в плечо играют и жестко встречают друг друга. Это не дамский вид спорта, скажем, не дамский. Но тем не менее, вы говорили о том, что вы приглашаете девушек. Ну почему? И, конечно, когда у вас будет женская команда сборная, да? Она в стране есть, в стране есть и клубов, шесть команд, которые играют в чемпионате Республики Беларусь. У нас есть и команда национальная, и юниорская, и юношеская, и все, и по индор-хоккею женская есть, и по большому хоккею, все это есть, да. Просто в Гомеле как-то, раньше была команда у нас женская, вот на умов, да, в кооперативном институте, ну что, тогда был. Ну, потом, в связи с разными обстоятельствами исчезла эта команда. А вообще, хоккей белорусский женский, он даже по рейтингу выше, по достижениям он выше, чем мужской. Потому что на Олимпиаду в Лондон они квалифицировались, там чуть-чуть им не хватило на отборе в Японии, чуть-чуть не хватило, и они бы поехали на Олимпийские игры в Лондон. А в чемпионатах мира они участвуют, и в Европе они постоянно участвуют в высшем дивизионе. То есть мужская там, она никак не может выйти еще выше, а девчонки, они постоянно в высшем дивизионе. Играют против немок, голландок, это там, это вообще команды феерические, там немки и голландки, это очень сильная сборная. Ну, на равных, ну, не получается, не все, ну, на равных. И рейтинг у них выше, чем мужской команды, поэтому пусть девчонки приходят, у нас уже есть. А откройте вы так сегодня делали. Десяток, наверное, девчонок ходят, да, занимаются, приходят. Но они и с мальчишками тренируются или отдельно? Пока с мальчишками, когда будет уже, скажем, критическая масса, там, девчонок 20, когда их можно будет выделить в отдельную команду, тогда они будут заниматься отдельно. Ну, мы знаем, что большой спорт, он всегда требует жертвы. Часто спортсмены жертвуют где-то семьей и всем остальным. И личным временем. Да, как вот у вас? Такая же ситуация? Ну, надо Владимир спросить. Либо все-таки, как вот говорил директор клуба, что, как бы, вы совмещаете и учебу, и работу, и тренировки, все-таки не профессиональные. Да, это в зависимости, наверное, от уровня. Ну, да, ну, лично я, ну, успеваю совмещать и учебу, и хоккей. Ну, она, личное время я уделяю в основном, отцу помогаю. Ну, и так. Это действительно чудо, когда вот ваши игроки умудряются совмещать какие-то учебу, там, работу и тренировки. Вот что мы сейчас видим на экране, Юрий Ильич? Это мы видим игру, это игра. Это игра со строителем. Последняя игра, да. Вот наши ребята в синей форме, строитель, зеленый. Вот. Это профессиональный клуб против нас играет, который на международной арене заигран. И здесь ребята все, скажем так, у них средний возраст порядка 27 лет игроков. У нас 19. Ну, разница. Ну, опыт, конечно, больше. Разительная разница, разительная. И каков результат был этой встречи? Ну, мы здесь проиграли, но в достойной борьбе, очень достойной борьбе. И даже я вам скажу, что мне как директору клуба, я даже горд был за своих мужиков, потому что я вижу, что идет развитие, мастерство растет. Если раньше мы им летали там с приличным счетом, и было видно, что не хватает, не хватает. Сейчас мы уже подбираемся, очень близко к ним подбираемся, очень близко. И скоро мы будем уже, конечно, с ними на равных. Юрий Ильич, вы говорили о том, что замечательная площадка в Барановичах. А что скажете по поводу нашей, которая у нас? У нас отличная площадка. У нас, наверное, одно из лучших полей вообще в стране. У нас автоматически полив здесь, программа, она сама поливается. Потому что играть только можно на политом поле и на искусственном. Это такие правила, правила международные. Да, вот у нас поле просто отличное. Здесь вопросов нет. И вообще инфраструктура неплохая у нас. Единственное, чтобы еще как бы выйти на профессиональный статус, тогда можно сказать, что мы уже будем топовым. Что вам для этого не хватает? Ну, не хватает финансирования, конечно. Но это уже вопрос как бы не по теме. Ну, у вас многое есть. Наверное, самое главное – это усилие. Усилие, да. Есть тренера, есть площадка, ребята, которые хотят чего-то сделать. Самое главное, что есть желание, понимаете. Есть желание и у игроков, есть желание работать у тренеров, есть желание и у меня работать. Зарплаты очень маленькие у нас. Я не буду скрывать, что мы там, если люди думают, что большие деньги получаем. Нет, мы работаем за небольшие зарплаты. Мы фанатики, можно сказать. Если всю жизнь прожить в этом, если я начал там когда-то в свой хоккей, там, еще с шайбой, там, 8 лет, и ты с этим живешь всю жизнь, ну, это уже как бы как болезнь у рыбака. Дождь идет, снег идет, а там на рыбалку идет. Так мы идем на тренировку, на игру. Это для нас лучше, чем рыбалка, скажем. Когда с куби с работой совпало, вообще счастливый человек. Да. А у вас сын есть? Есть, да. Вы его заразили этим делом? Да, но он сейчас в хоккее с шайбой, вот ему больше так нравятся шайбы. Ну, посмотрим, может, придет на траву. Может, не придет. Не о чеме. Дело времени. Дело времени, да. Вот, поэтому, вот, хотелось бы еще выразить благодарность всем нашим властям, и спортивным, и городским, и областным. Здорово помогают наше трудное время финансовое. Ну, ничего, пробьемся. Уважаемые гости, спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. Мы вообще так рады, что у нас развивается этот вид спорта. Ведь нам сегодня столько интересного рассказали. Мы желаем вам успехов. Вадиму, как перспективному спортсмену. И вам успехов, что вы подготовили достойных ребят. Профессиональных вам достижений, но, конечно же, правильной мотивационной политики. Уважаемые телезрители, ну, а вам мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Сегодня были директор хоккейного клуба на траве Юрий Романенко, тренер мужской команды по хоккею на траве Геннадий Католиков. И один из лучших игроков нашей страны Вадим Бондарчук. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». И мы продолжаем. Между спортом и здоровьем легко провести большую параллель. Без наличия хорошего здоровья невозможно достичь результата в спорте. А без занятия спортом невозможно достичь крепкого здоровья. Вот это, Света, имела в виду? Возможно. Но главное усвоить, что спортом лучше заниматься с самого детства. Особенно это касается родителей, которые воспитывают маленьких детей. Ведь именно в юном возрасте, в таком маленьком возрасте, закладываются первые кирпичики здоровья человека. Прямо сейчас мы увидимся с людьми, которые имеют к этому делу прямое отношение. В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» – участники клуба спортивной и оздоровительной гимнастики для детей «Маугли». Управляющий филиалами клуба в Гомеле Татьяна Саченко, тренер Елизавета Старовойтова, а также начинающий гимнаст Саша Севидов и его мама Оксана Севидова. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вообще нам радостно вас видеть в нашей студии. Знаем, что клуб «Маугли» существует уже достаточно давно, но филиалы в Гомеле открылись не так давно. Расскажите, пожалуйста, об этих филиалах, чем занимаются дети и как проходят занятия. Да, действительно, в Минске «Маугли» работают уже более 10 лет, в Гомеле филиалы работают третий год. Два филиала существуют в Гомеле в Центральном районе на улице Головацкого и в Пятом микрорайоне на Богдана Хмельницкого. Значит, наши филиалы приглашают деток для занятия спортом, оздоровительной и спортивной гимнастикой от двух до шести лет. А, с такими крошечками, боже мой. Да, мы пионеры. «Маугли» является пионером в этом движении. Мы берем деток с двух лет, и группа 2-3 года занимается совместно с родителями. Это партнерские упражнения. А вообще не страшно ли вот 2 года брать детей? Они там практически ничего не понимают, мне кажется. Или я ошибаюсь? Когда рядом мама или папа, у них все прекрасно получается, и они получают совместное удовольствие от занятий. Вот, кстати, это совместное, наверное, занятие, да? Это занятие группы 2-3 года в Минском филиале. Замечательно. Саша, тебе нравится заниматься в клубе? Очень нравится. Почему? Расскажи нам скоренько. Что тебе больше всего нравится? Колесо. Колесо делать? А что еще? У тебя уже получается? Да. Он даже может показать. А что у тебя еще получается? Уголок хорошо получается. И говорить у тебя хорошо получается? Да. Саша, а сколько ты уже занимаешься в клубе Маугли? Третий год. Уже третий год? Да. Он так ты уже ветеран практически спорта в гимнастике. Ну да. Во сколько, Оксан, привели Саше? В 4 года практически, как ему исполнилось, мы привели. Как только открылся, наверное, клуб, я сразу, ну, я смотрела за новостями, узнала, что деток берут вот маленьких, и мы сразу пошли. А почему решили именно гимнастику отдать? Ну, я считаю, что для детей такого маленького возраста это самый лучший вид спорта, тем более, что гимнастика, она как база для любого вида спорта. Поэтому я решила. И тем более, ну, честно говоря, я не ожидала такого большого интереса у Саши, но вот благодаря Лизе, благодаря ребятам и дружной компании у него интерес с каждым годом все больше и больше в гимнастике. Кто ходит? Папа, мама или вы всей семьей водите Сашу? Ну, как получается, дома проводим. Он нам даже домашнее задание устраивает и разминку, вот как Лиза показывает. И мы становимся дома, разминаемся, всем нравится. Именно поэтому в такой прекрасной форме все здесь. Ну, вот что можете, как, скажем, родители, какие у вас впечатления у занятия вашего ребенка в этом клубе? Только положительные, потому что всегда Саша идет с хорошим настроением и возвращается еще с лучшим настроением. И всегда активный, после занятия дома активничает и рассказывает, как весело и здорово было. Потому что, ну, вот я вижу, что Лиза не только там какие-то показатели устанавливает для деток, она и балуется с ними немножко, и весело проводит время, и музыку ставит. То есть детям интересно, они получают интерес от спорта, а не только от, там, достижений, там, каких-то показателей. Им нравится сам процесс. Да, это в игре, для возраста такого важна очень игра. И они ее получают на занятиях. Катяна, Саша, уже сидит. Ну, Саш, помимо того, что Лиза вас чему-то учит полезному, интересному, ты там подружку или друга себе нашел на занятиях? Ваня из садика начал ходить. Вот я с ним дружу на Маугли. И тренируешься. Ты пришел, наверное, в садик, рассказал, как там интересно, и он решил тоже, да? Да. Заразил? Да. Молодец. Ну, молодец. Вот пример коммуникативности ребенка. Татьяна, Елизавета, расскажите, вот вы позиционируете себя как клуб спортивной и оздоровительной гимнастики, да? Что же здесь спортивного, что оздоровительного? Ну, в первую очередь мы, скорее всего, оздоровительная гимнастика. Например, группа деток 2-3 года, там в основном только оздоровление идет. Это детки еще маленькие, занимаются с родителями. Ближе уже к подрастанию, ближе к 3 годам, там добавляются спортивные элементы. По старшей детке, естественно, тоже по мере роста, развития, добавляем спортивные элементы. Кто-то более легкое что-то выполняет, кто-то потяжелее. То есть это, в принципе, мы оздоравливаем детей, добавляем спорт, ну, спортивную гимнастику по мере того, как детки готовы к этому. Разные же детки приходят по своим способностям, по пластике, по гибкости? Да, детки приходят разные. Как-то их в группы объединяете? Ну, группы у нас не разделяются, например, на детей, которые очень хорошо там гнутся, тянутся. У нас все дети занимаются в одной, ну, по возрастам мы, конечно, их разделяем, но, в принципе, по своим способностям, задаткам они все в одной группе. Вот. Ну, мы стараемся всех, в принципе, потянуть повыше. Вот. Ну, есть, конечно, ребята, которые выделяются, у которых где-то что-то лучше получается, но, в принципе, стараемся всех научить, обучить, растянуть, согнуть, да, изогнуть. Я могу добавить, что гимнастика – это всегда здоровье, это красивая осанка, красивая походка, это умение не просто двигаться, а двигаться правильно и получать удовольствие от владения своим телом. Ой, вы такие позитивные, такие замечательные, прям слушаешь и радостно. Елизавета, ну, как вам работать? Они же совсем маленькие, но это даже, я не знаю, не пять, не шесть начинающие, а в два. Пришли к вам, детки, в два. На самом деле, ничего сложного нету. Ну, я, в принципе, очень люблю детей, вот, и, как бы, я не могу сказать, что я с ними веду себя, там, как тренер, там, злая тетя. То есть я с ними, вот, как сказала Оксана, я могу с ними где-то подурачиться, поиграть, я веду с ними себя наравне, вот. Тем более детки, которые маленькие, с родителями, там ничего сложного нету, мамы точно так же дурачатся, вот, им это нравится, вот. И дети, в принципе, особенно малыши, не видят, что делаю я, что делают родители, в принципе, у них, ну, они любят повторять, делают то же самое, и проблем, в принципе, никаких нету. Ну, и постарше детки тоже, в принципе, опять же, у нас с ними доверительные отношения, а тренер, ну, прежде всего, друг для детей, вот. Они меня называют по имени, никакого отчества, вот. И там, когда даже маленькие называют тетя Лиза, я начинаю бежать немножко, вот. Ну, дети мне доверяют, я доверяю им, они могут мне прийти и вообще рассказать какую-нибудь историю, там, что у них случилось дома, в саду, там, еще где-то, вот. Ну, просто стараемся дружить, на тренировках мы их в основном проводим в игровой форме, чтобы деткам нравилось. Ну, они так быстрее запоминают упражнения, даже названия упражнений какие-то, вот. В сказочной форме растяжка у нас проходит, мы рассказываем какие-то сказки, ну, естественно, подобранные под упражнения, вот. И, как бы, ну, интересует это очень детей. Ну, музыка точно так же у нас присутствует на занятиях. Саша, расскажи, что за... Да, я тоже не могу сделать... Что за медаль ты держишь в руках? А ребенок уже давно пытается ее показать. Сашенька, что... Мы обратили внимание, показывай, что за медаль, рассказывай. А где ты ее получила? Я ее получила в Минске, выступала... На Кубке Маугли. Да. Это международные соревнования нашего клуба. Ого, международные. Участие принимали не только белорусские воспитанники, но и воспитанники из России и Прибалтики. Саша, и какое место ты заняла на этих соревнованиях? Третье место. Бронзовое, медаль у него. Бронзовое. Молодец, Саша. Это твоя первая награда? Да. Да, но мы в этом году собираемся первое занять, да? Да. Мы стремимся. Ну тебе удачи. На Кубке Маугли Александр представлял номер джентльмен. Вот, с такой чудесной бабочкой. То есть он в образе и готов нам что-то продемонстрировать, да? Это правильно понимаю? Очень хочется посмотреть, Саш, если можно. Ты готов? Уголок и колесо. Давай, вперед. Показишь, что было, Саша? Да. Без брусьев покажешь? Что? Без брусьев покажешь уголок? Ну давай, попробуй. Не получится. А, нормально. Молодец, я тоже смог. Просто обстановка телевизионная. На пути, а в телевизионных он стоит. И колесо получилось, да? Молодец. Ну теперь мы точно верим, что нагаду ты получился. Да, покажешь погаджи? Погад, как же? Конечно, третий номер должен быть. О-о-о! Молодец. Обратно-назад, если корзиночку. Продольный, поперечный. Поперечный. Давай-давай. Вот так вот. Какая лечка. Замечательно. На прямых руках. Слушайте, ну... На прямых руках. Отличный мостик, Саша. Молодец. Идите, да? Ну а что-нибудь с тренером сможете нам изобразить? Ну, мы можем показать упражнения, в принципе, оздоровительные. Конечно, пожалуйста. Покажите, очень интересно. Да и нашим телезрителям. Послушайте, Лиза может показать и колесо. То есть Лиза, вот так вот просто, Лиза. Вот, значит, ну мы покажем сейчас упражнения для профилактики плоскостопия. Такие упражнения мы выполняем, в принципе, 2-3 года, детки. И старшие тоже выполняют это упражнение. Значит, просто становимся ножками, свод стопы вот посерединке, ручки на поясе. И мы ходим приставным шагом в одну сторону, потом в другую. Продемонстрируем, Саша. Я думаю, что малышам нравится это занятие. Да, очень нравится. Обязательно наступай полностью ножкой всей. Да, оно очень хорошо ощущается. Вот. Следующее наше упражнение для профилактики плоскостопия. Это вот полностью наступать ножкой и качать палочку вперед и назад. Ну, естественно, сначала одной ножкой выполняется упражнение, потом другой. Давай, Саша, другую. Щекотно тебе, Саша? Нет. Он не боится щекотки, натренировался уже. Уже приятно. Плоскостопия, Саша, не грозит. Таких занятий. Значит, можем еще показать упражнение на гибкость, на укрепление мышц спины. Таким образом они укрепляются, тянутся. Также это упражнение очень хорошо для позвоночника. Задействованы все позвонки шейного, грудного отдела, поясничного тоже. Значит, Саша, пусти ножки. Давай. Хватайся за палочку ручками. И вот так вот поднимаемся вверх. Вот оно сразу видно, как гнется спинка у ребенка. Ну, как бы дети разные приходят. Нет, Саша, не нужно. Дети разные приходят. Кто-то не так хорошо гнется, как уже Саша. Но со временем все получается. В принципе, в домашних условиях это же упражнение можно сделать без палки. Вот просто вот так вот за ручки поднимаем. Хорошо гнется, Саша. В йоге называется просыпающаяся змея. Так, есть все. Как? Давай сделаем корзинку. Просыпающаяся змея. Просыпающаяся змея. Просыпающаяся. Когда уже гибкий ребенок, сделаем корзинку. Вот. Качайте. Да, сейчас покачаем. Вот так. Это не опасно? Нет. Ну, естественно, нужно заниматься. Саша уже стрелянный воробушек, поэтому не страшно. Да, ему уже не страшно ничего, в принципе. Ну, нашим детям, которые ходят с нами заниматься тоже. Вот. Также упражнение для растяжки. Садись, бабочку показывай. Вот. Делаем такую бабочку. На коленки нужно нажимать. Опять же, нужно следить за тем, насколько... Ну, то есть, может ребенок опустить коленки. Вот. Со временем вот так вот они опускаются, как у Саши. Так, хорошо, ложись еще. Давай покажем еще одно упражнение на растяжку. Жабка. Вот. Вот так вот ножки в разные стороны, чтобы они были под углом. Да. И нажимаем потихонечку на попу. Вот так вот. Молодец. Вставай. В принципе, потом мы добиваемся с помощью таких упражнений шпагата, как показывал уже Саша. Молодцы. Здорово, молодцы. Спортивные программы Маугли основаны на строго научной основе. И создано писано на нашей программе таким образом, чтобы приносить максимальную пользу детям данной категории. Маугли является пионером в оздоровительной гимнастике для детей от 2-3 лет. И те программы, по которым мы занимаемся, это уникальные программы, написанные нашими тренерами, которые стояли у истоков нашего клуба. Угу. Замечательно. И построены эти программы на строго научной основе. В их создании принимал участие наш Минский научно-исследовательский институт, который оценивал степень пользы, степень полезности того или иного движения для детей дошкольного возраста. Другими словами, вы готовите детей к тому, чтобы они уже по истечению возраста 6 лет могли идти дальше. То есть уже более профессионально заниматься. Вы правы. Это основная цель нашего клуба. Это та идея, которая была заложена в основу создания детского клуба Маугли. Наша цель – всесторонне подготовить, гармонично развить ребенка для дальнейшей спортивной карьеры и для поступления в спортивные школы, в дюшоры. Многие идут с вашего клуба в дюшоры. Такие примеры уже имеются? Из того, что известно нам в Гомеле по итогам прошлого учебного сезона, мы знаем о шестерых ребятах, которые пошли в дюшоры. Гимнастика, в дюшор по гимнастике и по борьбе. Борьба дюшор. А серьезный отбор, жесткий отбор идет именно кандидатов в дюшор? Либо жесткий? Если мы берем всех деток и занимаемся со всеми, в принципе, всех развиваем, то в дюшорах, там они уже конкретно смотрят на какие-то данные, которые нужны у них. Ребенку. Да. И я хочу сказать, что тренера дюшоров уже обратили внимание на наш клуб и стараются держать связь, поддерживать отношения с тем, чтобы приглашать наших выпускников к себе. Татьяна, вот мы говорили о турнирах, которые проводит ваш клуб. Расскажите о них более подробно. Мы знаем, что огромное количество детей принимает участие и очень всегда рады этому мероприятию и с удовольствием принимают в них участие. Это международные соревнования по спортивной гимнастике, которые организовывает наш клуб Маугли, является учредителем этих соревнований. Я уже говорила, что эти соревнования являются международными. К нам приезжают участники из Прибалтики и России. Ждем Украину. Поэтому на соревнования, которые состоятся в этом году на Кубок Маугли, приглашаем участников из Украины. Проходит, знаете, очень замечательное соревнование. Я присутствовала в прошлом году. Праздничная атмосфера. Атмосфера такого профессионального спорта, где очень красивые детки, очень радостные, в очень красивых костюмах. В принципе, да, они проходят в очень праздничной атмосфере. Детям очень нравится. Я даже сама первый год ездила, детей не возила, а просто ездила, смотрела. У меня была буря эмоций вообще. Я стояла, все смотрела. Ну, наверное, еще большая буря была у детей, которые участвовали, переживали. Да, да, потому что это, опять же, это участие, это победы, это медали, это куча подарков от спонсоров. Просто вообще сам ребенок. Ну, это вера в себя, что ребенок чего-то добился, что-то смог сделать. А по зрелищности, тоже по зрелищности они не уступают? Да, по зрелищности не уступают. Очень-очень красиво вообще все это делается. И там, помимо нас, много, то есть, организовывают, еще принимают участие, вернее, в организации. То есть это какие-то другие спортивные школы. Например, вот когда жюри подсчитывают баллы, могут принимать участие Минская цирковая школа. Они там ходят на ходулях, на огромных. Это очень красивое аферическое шоу. Мы взрослые смотрим и удивляемся. Для детей это просто праздник жизни, наверное. Я чувствую, что у Оксани тоже есть что добавить. Да, Оксана? Да, дети, вот когда было эти соревнования, дети, те, которые уже приняли участие или еще ждут своей очереди, все были на трибунах, общались, знакомились. Там была прям целая такая дружная семья, которая за всех болела. Мамы, папы, чей ребенок, где, кто. Очень было весело. И интересно для самих детей посмотреть, кто что умеет. А номера какие были, красочные. Такие костюмы были, такие там постановки интересные, музыка. Все организовано очень на высоком уровне. Жюри, спонсоры дарили подарки, шарики, фейерверки. Было здорово. Вы упомянули уже и Оксану, и Татьяна о костюмах. Как у вас форма на выступлениях и на занятиях костюмы? У Саши, наверное, тоже есть костюм? Ну, костюм, в котором он выступал, в принципе, вот он. Вот, форма на занятиях, это обычно могут быть шортики, штаны спортивные, просто для, ну, хорошая ткань, чтобы тянулась растяжка у нас, опять же. Маечка и, ну, чешки, можно просто носочки. Иногда даже чешки мешают немножко тянуть где-то носочек. Вот, мы их снимаем. В принципе, ничего сложного в форме нету. Вот, ну да, когда на соревнованиях мы участвуем, естественно, там зависит от номера. Наш, как бы, костюм, он тоже о многом говорит, за это тоже определенные баллы добавляются. Вот, и вот у нас Саша был, еще вот у нас девочка ездила на соревнования, у нее был номер кукла, там бабушка шила замечательный костюм. Она вылазила из коробки, да, она вылазила из огромной коробки с бантом, да. Ну, Саша тоже не лыком шит, правда? Конечно, да. Классная. Ну, теперь можете, я сам уже забуду, что хотела. Ждал, ждал моменты, не дождался. Ну, в общем, в принципе, в подготовке костюмов участвуют все, и родители, и бабушки, и дедушки, и я с кем. Саша, с кем шляпу выбирал в магазине? С шляпу с кем в магазине выбирал? С мамой или с папой? Я не знаю. То есть ты даже не участвовал в выборе. Мама на свой вкус подобрала, да? Да. Но мне очень, мне очень нравится. Могли, вот же, вспомнил. Иногда, ну, один раз пришел в майке Барселона. Ну, там был значок и желтый, такие же. Была наклейка Барселона. Вот так. Лена в Испании. Вот, все, сейчас мы узнаем, кто такая Лена. Сейчас мы узнаем, кто такая Лена. Татьяна, ну, я команда Барселона. Я думаю, вау. Замечательно. И есть детки, которыми клуб Маугли очень гордится. Это дети, которые уже в возрасте 10-12 лет, и они достигли уже спортивных результатов. Являются участниками и призерами различных соревнований своего возраста, юниорского. Опять подтверждение, что не зря вы это все затеяли с такого возраста, и есть результаты. Большой толчок в спорту. Я думаю, что люди, которые создавали ваш клуб, они все-таки стояли у истоков гимнастики. То есть это спортсмены наверняка, потому что такое только спортсмены могут придумать. Вы угадали. Основателем нашего клуба, его учредителем является Анатолий Ашурков, который является мастером спорта по спортивной гимнастике и бронзовым призером чемпионата Европы. Это ведь очень хорошо, потому что важно на ранней стадии определить у ребенка талант, способность, дать импульс, и потом ребенок уже легче и легче в процессе профессиональной деятельности развивается и показывает результат. Так и есть. Один из слоганов нашего клуба – «Мы ищем спортивный талант в каждом ребенке». Замечательно. Оксана, наверняка вы уже видите, куда свой талант пристроить в будущем, после того, как придется уходить, хочется, не хочется, измаулить, все-таки возраст ограничен. Ну, в этом году мы еще будем работать в Северное, да, думаю, поедем и в Минск. В 2017 году, получается, будет Кубок Маугли. Надеемся заработать там еще медаль. А потом, ну, как я уже говорила, это база, и все-таки будем смотреть, что ему будет ближе. Профессиональная гимнастика, профессиональная гимнастика, все-таки это уже такое, ну, более углубленное изучение этого спорта. Ну, не готова сейчас дать ответ, но в любом случае он уже будет подготовлен ко всему. И он здоров, посмотрите. Да, хочу обратить внимание на том, что клуб Маугли готовит детей не только в профессиональную гимнастику. Мы закладываем основу и необходимую базу под любой вид спорта. И под силовые виды спорта, под игровые. Те навыки, которые приобретают дети у нас, они пригодятся в любом спортивном направлении. А специальные какие-то гимнастические снаряды, я не знаю, там, маты, все это имеется? Есть какое-то отличие от других, может быть, похожих клубов, я не знаю, секций? Нет, ну, я думаю, что, наверное, в принципе, то же самое, что и в других секциях. То есть, ну, у нас есть маты, есть брусья, батут есть, гимнастические скамейки, есть гимнастический мостик. Вот, ну, мячи, фитболы, палочки гимнастические, как вы уже видели. Есть еще немножко, можно так сказать, нетрадиционные такие спортивные инвентарь, ну, как тропа здоровья, может, слышали когда-нибудь. То есть, ну, там просто в ткань зашиты разные каштаны, там мышишки, где-то нашиты просто пуговички. То есть, дети босиком ходят, ну, в принципе, особенно малыши 2-3 года, массируют ножки, это очень-очень полезно. Вот, ну, в принципе, весь остальной инвентарь такой же, как и во всех школах. Какое количество детей насчитывает сегодня гомельские филиалы клуба Маугли? Около 80 воспитанников в двух филиалах занимаются в Гомеле. Ну, это не такая уже маленькая цифра. Да, учитывая возраст, правда? Конечно, конечно. Татьяна, поделитесь, пожалуйста, планами. Наверняка они у вас есть. Есть. Наш руководитель, идейный руководитель Анатолий Шурков поставил задачу развить движение Маугли не только в Гомеле, но и в области, в наших крупных райцентрах. Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Речица. Для начала, помимо Минска и Гомеля, Маугли уже работает в Бресте. Вот, я думаю, что на очереди города Минск. То есть даже не во всех областных центрах есть еще филиалы, да? Нет. На очереди города Могилев, Витебск, Гродно. Готовьтесь, ждите. Маугли идет. Вот по итогам сегодняшней нашей программы Саше можно вручить вторую медаль за то, что он выдержал 30 минут во время эфира. Уважаемые гости... Я когда могу получить медаль? Конечно, конечно, обязательно. Ты еще много медалей получишь в своей жизни, мы в этом уверены. Я знаю. Уважаемые гости... Вечер Гомель только что были управляющие гомельскими филиалами клуба спортивной и оздоровительной гимнастики для детей Маугли Татьяна Саченко, тренер Елизавета Старовойтова. А также начинающий гимнаст Саша Севидов и его мама Оксана Севидова. На этом мы говорим вам до свидания, но не прощаемся. Увидимся совсем скоро. Хорошего доброго вечера. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok